Совсем недавно мы договорились о том, что проведем заседание Конституционной комиссии после того, как рабочая группа, члены которой здесь присутствуют, закончат вместе со мной, конечно, написание Конституции и конечный вариант этой Конституции будет внесен на заседание Конституционной комиссии и сразу же на референдум. Задача этой группы – продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность. Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Опытные люди, именно они разных профессий должны формировать облик новой Конституции. Наше дело – определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции. Хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством, так или иначе обсуждаются нашими людьми. В силу своего статуса и опыта, руководящей работы на высоких постах, вы глубже понимаете смысл преобразования основного закона, их обоснованность, перспективность в плане развития нашей государственности и защиты наших национальных интересов. В первую очередь, вам предстоит сосредоточиться на ряде нерешенных, принципиальных вопросов. Их немало. Надо каждый детально обсудить в конструктивном ключе и найти самое оптимальное решение. Если в процессе работы увидите, что еще какие-то положения требуют дошлифовки, тоже предлагайте свои подходы. Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. Особое внимание надо уделить новому органу – Сибелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия. Считаю, что рабочая группа должна взять хороший старт с самого начала. Времени на раскачку абсолютно нет и будем работать оперативно. Итогом деятельности группы станет проект основного закона, который, как я сказал, обсудим на конституционной комиссии и внесем для всенародного обсуждения. Ну, а потом уже дошлифовываем после всенародного обсуждения и проект идет на референдум. Прежде всего, о видении работы нашей рабочей группы. Давайте договоримся, что работа будет сконцентрирована и сведена в администрацию президента, а глава администрации будет руководить оперативно этой группой, которая сегодня присутствует. Наверное, администрация президента тот орган, который и должен в данном случае заниматься этой работой, как это было и в прошлом. И еще один момент. Наши сведомые опы и беглые кричат о том, что вот этот референдум, он тут, Лукашенко, под себя, под президента делается конституция. Но если уж откровенно говорить, то нынешняя конституция, это точно под президента. И лучшей конституции, как они это мыслят по их критериям, никакому президенту не надо. Эта конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции. Действительно это так. И мы говорим, почему мы делали эту конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая конституция будет слабее, читай, как они говорят, демократичнее нынешней конституции. Поэтому мы говорим о том, что пришло время конституцию сделать таким образом, чтобы если уж касаться раздела функционирования органов власти и управления, чтобы полномочия были в какой-то степени рассредоточены, но страна осталась президентской республикой. Под 90 с лишним процентов людей считают, что Беларусь должна быть президентской республикой. Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прям рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, издержки и противовесы. Все вы об этом говорите, что это постулат для юристов. На этом строятся все законы, законодательные акты и прежде всего основной закон. Но давайте это все отбросим, что бы мы тут ни делали, для них чем хуже, тем лучше. И нам надо меньше смотреть, может быть, слышать, конечно, эти голоса, и мы будем их слышать, хотим мы этого или нет. Но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны, людей, которые сегодня отрабатывают деньги, которые там взяли у американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или в Литве, ну уж так больно реагировать на них, тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе. И ни ковид, и ни санкции, и ни одного вопроса мы не решим. Игорь Петрович, кратко, как видим работу и потом перейдем к тому, все-таки какие же предложения. Ну, давайте договоримся так, что вы не будете приходить ко мне и смотреть на меня, а что скажет президент. Слушайте, ну это же не дело. Люди не услышали от президента в течение двух недель разговоров про ковид, потеряли из виду президента. Господи, где президент? Я готов слушать, включаться в работу. Ну, вы предлагайте, вы уже, ну такие сильные специалисты, опытные, вы знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание. Что оставить в полномочиях президента, чтобы ее не перегружать. Что должно быть в правительстве, местных органов власти. Но всегда мы должны помнить, что любой наш шаг может разрушить страну. Вы видите, как люди привыкли. Президент каждый день, ну не сказал какое-то слово, а где он? Ну, это не только потому, что мы приучили к этому людей, а потому, что наши люди еще такие. И слава Богу, добрые, порядочные, привыкшие ориентироваться на специалистов, очень образованные. Поэтому, ну не мне Александра Михайловича учить, или Михаила Ивановича Русова, или даже помоложе Михаила Орду учить тому, какой должна быть страна. Да мы все с вами ее делали собственными руками. Поэтому давайте предложим вариант комиссии конституционной и людям потом, людям разных возрастов, разных убеждений, разных профессий, чтобы они поняли, что это их конституция. Уважаемый товарищ президент, созданная в вашем распоряжении группа по доработке проекта конституции фактически уже приступила к своей работе. На двух состоявшихся заседаниях предварительно обсуждены принципиальные вопросы, на решении которых будет сосредоточена работа группы. В том числе высказаны определенные осуждения и сомнения по тем или иным позициям.